Хорошее дополнение к занятиям в фитнес-зале хула-хуп. Это обычный обруч, который каждая девчонка крутила в детстве. И это не просто игрушка уверенной фитнес-тренеры. Он позволяет избавиться от излишков жира на талии и от колюбита на бёдрах. Хула-хуп – универсальный тренажёр. Подойдёт любой, от дешёвых пластиковых до дорогих моделей, снабжённых мини-компьютером, считающим потраченные на тренировки калории. Главное, чтобы он был не слишком лёгким и не слишком тяжёлым. Не менее полукилограмма, но и не более трёх. Мечтаете о тонкой талии? Крутите обруч. По 10-15 минут, но каждый день. Талию формирует поперечная мышца живота. Когда мы качаем пресс или занимаемся на тренажёрах, она задействована не всегда. А вот если крутите обруч, нагрузка падает именно на неё. Делать талию – это ещё и укреплять здоровье. Для женщин оптимальный показатель соотношения объёма талии и бёдер – 0,7. То есть, если окружность бёдер, предположим, 100 см, то талия должна быть не более 70. Иначе повышается риск развития гипертонии, диабета и атеросклероза. У вас больше – крутите холохуб. Если регулярно тренироваться, забудете о целлювите. Под нагрузкой кожа на проблемных зонах разглаживается. А ещё это упражнение укрепляет мышцы спины и улучшает работу сердца. И ещё один плюс – такие упражнения по силам даже начинающим. Особенно если вы учтёте советы фитнес-тренера. Самое главное – не допускать ошибки, когда вы начинаете крутить обруч. Это не избивать дыхание и следить за координацией движения. Тогда ваша тренировка пройдёт очень успешно, и вы добьётесь упругого пресса. Во время занятий с обручем, как и при любой другой аэробной нагрузке, активно сжигаются калории. А ещё такие упражнения незаменимы для профилактики поясничного остеохондроза. Сильный пресс облегчает жизнь позвоночнику. Увы, лишние килограммы легко набрать, но очень сложно сбросить. Особенно трудно уменьшить талию. Так что запасайтесь терпением. Результат появится через несколько недель. И следите за здоровьем.